Привет, друзья! Меня зовут Настя, и сегодня мы продолжим знакомство со сладостями, о которых вы, возможно, слышали, но даже не представляете, что это такое. Cotton candy. Дословно переводится как cotton, хлопковая candy, конфета. Звучит как-то странно и не очень аппетитно, согласитесь? На самом же деле так по-английски называется сладкая вата, потому что ее вид очень напоминает огромные цветки хлопка. Вау, this cotton candy is so big! Вау, эта сладкая вата такая большая! Если вы хотите побаловать себя леденцом, а потом надуть пару огромных пузырей из жвачки, смело покупайте Blow Pops. Это те самые леденцы на палочке, в центре которых есть жевательная резинка. Само название этой вкусняшки состоит из слова blow, надувать и pops. Так сокращенно звучит слово lollipops, леденцы. Получается, что blow pops мы можем назвать чем-то вроде леденца-надувашки. Не ешь blow pops все время, это плохо для твоих зубов. Среди вас есть любители сладкого экстрима? Тогда вы точно когда-то пробовали pop rocks. Само название этой сладости состоит из слова pop, трескаться, щелкать, и слова rocks, камушки. Получаются такие вот щелкающие камушки. И действительно, если вы положите pop rocks на язык, вследствие химической реакции начнется хлопанье, шипение и невообразимый треск у вас во рту. Could you buy some pop rocks? Ты не мог бы купить pop rocks? Cotton candy, blow pops, pop rocks. Теперь-то вы уж точно не потеряетесь в этих названиях. С вами была Настя. До новых встреч! See you soon!